Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Мартынов. Я хочу представить вам наш новый курс, который называется Нейросети для работы и творчества. Ну, я думаю, что вы все прекрасно знаете, что сейчас на нейросети наступают довольно активные. Каждый практически день появляется что-то новенькое, какие-то происходят обновления, появляются новые нейросети. Это действительно очень интересный, увлекательный процесс. И я думаю, что ни для кого уже будет не секрет, что практически в ближайшем будущем человек, который умеет работать с нейросетями, будет примерно как совсем недавно был человек, который умеет работать с компьютером. Это такой же навык, который необходим для работы. Поэтому мы запускаем этот курс, в котором будем рассматривать основные инструменты, предназначенные для работы именно с нейросетями. На этом курсе мы будем смотреть самые основные такие моменты. Мы будем смотреть языковые модели на базе чат ЧПТ, который сейчас является, в общем, на самом деле, ну, таким стандартом де-факто для такой вот модели языковой. Да, и будем говорить про разные генераторы изображений и пытаться это все соединить вместе, да, чтобы у нас был и текст, и картинки. Ну, как вы сами понимаете, для большинства задач, текст и картинки, это, в общем, собственно говоря, то, что нам нужно. Вот, поэтому мы будем все это рассматривать. И я буду вести этот курс, который, в общем-то, давно уже вынашивал идею и давно уже пытался как-то его придумать и собрать, да, потому что я, как фотограф, умею делать картинки, равно как и дизайнер, который тоже много работал в рекламе и в, и даже в полиграфии довелось мне поработать, и в кино даже поработал, да, я могу понять, что делать, чтобы получилось красиво, как должно получиться интересно, как должно получиться симпатично. Ну, и равно как блогер я тоже долгое время вел довольно популярный блог на такой платформе, которую я еще давным-давно назывался LiveJournal, вот, с большим количеством подписчиков, вот, и мне это тоже интересно работать с текстом, вот, поэтому, ну, такие основные моменты я решил собрать вместе и рассказать вам, как это могло бы быть при помощи нейросетей подано лучшим образом. Как будет выглядеть процесс обучения? Ну, если кратко, у нас будет онлайн-занятие. Почему онлайн-занятие? Потому что все меняется, как я уже говорил, довольно быстро, довольно много каких-то наведений, довольно много каких-то появляется апдейтов, поэтому хочется, чтобы все было у нас постоянно на контроле, чтобы мы могли возможность вставлять какие-то новые техники или какие-то новые обновления обсуждать прямо на занятиях, поэтому у нас будет онлайн-занятие, на которых я буду рассказывать вам про основные нейросети. То есть мы с вами будем говорить про ChartGPT, мы будем говорить про Majorney, разумеется, мы будем говорить про Stable Diffusion в лице Леонардо и AI, мы будем говорить про инструменты улучшения изображения, про Photoshop, про Firefly и так далее, там подобное, то есть подробную программу вы можете посмотреть, она уже существует, и на каждом занятии мы будем обсуждать какую-то тему, и после каждого занятия будет даваться домашнее задание. В целом домашнее задание планируется сквозное, но сквозное это имеется в виду, мы делаем в течение всего курса один большой такой сквозной проект, то есть начинаем с того, что мы разрабатываем основу этого проекта и заканчиваем тем, что сдаем, собственно говоря, этот проект. В этом большом проекте у нас будет присутствовать сразу много направлений деятельности, ну и разумеется, это будет текст, очень много текста будет, а это будет изобразительная часть, тоже будет очень много, ну и по сути задача создать некий такой образ или проект, который бы показывал такой небольшой бизнес со всеми его перипетиями, со всеми его моментами, начиная от писем между коллегами или там писем по найму работников, писем по каким-то еще другим делам, заканчивая, собственно говоря, визуальным оформлением всего, что может быть, то есть это будет такой, я думаю, интересный способ изучить все инструменты на практике и применить их в каком-то даже вполне понятном и интересном кейсе. Каждое домашнее задание, естественно, будем разбирать, мы будем смотреть, что можно было сделать лучше, где можно было бы там сделать интереснее, где можно было бы сделать как-то более сложно, просто и так далее и тому подобное, то есть все это мы будем с вами обсуждать, ну и будем устраивать мозговой штурм, да, вместе со мной и с остальными участниками, будем смотреть, что же можно было бы улучшить, как можно было бы продвинуться дальше. Это будет фидбэк с моей стороны, ну и плюс вы тоже можете участвовать в этом, в обсуждении, разумеется, да, и приносить свои какие-то полезные комментарии, которые тоже, я уверен, у вас будут. Вот так мне видится этот курс, я думаю, что он будет полезный, потому что я думаю, что основные инструменты, которые сейчас нам могут понадобиться, они здесь используются, вот, ну и, соответственно, изучив эти инструменты, вы сможете делать интересные вещи уже там своих, как творческих, так и, в общем-то, практических проектов. То есть такая, получается, у нас, на мой взгляд, интересная методика погружения именно в ситуацию, максимально приближенной к боевой. Вот, надеюсь, вам будет интересно, приходите, будем вместе изучать эти инструменты, ну и смотреть, что еще новенького появится, что нам еще новенького подкинет индустрия нейросетей. Приходите, с вами был Антон Мартынов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...